Это победа, ребята, это победа, я весь в слезах, но это того стоило. Я сейчас в комнате, где жил Диего Марадонна. Обалдеть. Мы приехали к дому Месси. У меня в моей телефонной книге теперь есть телефон учителя, который обучал Месси. Вы представляете вообще, нет? Всем привет, этот выпуск будет посвящен аргентинскому футболу. Так получилось, что мы полгода назад с супругой переехали в Аргентину и теперь оказались в центре событий мирового футбола. Вы будете совершенно правы, если зададитесь вопросом, почему же я сейчас вещаю из Аргентины, ведь чемпионат мира проходит совершенно в другой стране. Но дело в том, что в Аргентине за свою сборную выходит болеть практически вся страна. Огромное количество людей, и я вам это покажу в этом выпуске, поэтому не переключайтесь, будет очень интересно и очень эмоционально. Мы сейчас находимся в Вижи-де-Вото. Это район Буэнос-Айреса. Это район Большого Буэнос-Айреса. И я сейчас нахожусь на пересечении улиц Диего и Марадонна. Так выглядит этот знак. Естественно, его обклеили стикерами. Видите? Диего и Марадонна. Мы находимся в не самом безопасном районе Буэнос-Айреса, но в одном примечательном месте. Во-первых, здесь родился Диего Марадонна. Во-вторых, дом Диего Марадонна признали историческим памятником. В-третьих, я нахожусь прямо здесь, и вы сейчас это увидите. Рядом с его домом припаркованы вот такие вот автомобили. А этот что-то вам напоминает? Думаю, да. При входе висит вот такая фотография Диего, еще в молодости. Здесь цветы, которые приносят ему его фанаты преданные. Здесь еще одна фотография. Прямо на доме висит приборная доска, видимо, какой-то счетчик или еще что-то. И вот люди приходят и клеят вот такие стикеры, посвященные Диего. Ребята тоже пришли, хотят посетить этот музей. Вот, позвонили в звонок, не знаю, откроют, не откроют. Очень интересно, сколько это стоит. Мы тоже взяли билеты. Нам они вышли дешевле, чем ребятам. Ребята отдали 2500 песо, А нам за 1500 отдали, так как у нас есть аргентинский вид на жительство. Когда заходишь, сразу справа стоит вот такой постамент. А вот техника, на которой ездил Диего. Я не верю своим глазам, не верю тому, что я сейчас нахожусь в доме, где жил когда-то Диего Марадон. В 86-м году Диего Марадона выиграл вот этот кубок для своей команды, для сборной Аргентины и принес Аргентине ту самую великую победу. Сейчас я поднимаюсь в то место, где находилась спальня, где, собственно, ночевал Марадон. Вот его комната. Ага. Я сейчас в комнате, где жил Диего Марадон. Обалдеть. Обалдеть. Кто бы мог подумать, что я могу когда-то здесь оказаться, и кто бы мог подумать, что я буду вести канал на YouTube, и вы это сможете увидеть. Это невероятно. Невероятно. Это окно, которое выходило на самый верхний этаж дома Диего. Уборная Диего. Бритва его. Представляете, которую он брился. Я помню такую у своего отца. Также на верхнем этаже есть магазин, где продают сувениры, где вы можете что-то купить, возможно, форму, какие-то сувениры, посвященные Диего. Здесь мы можем найти вот такие вещи, какие-то вот такие его портреты. Огромное количество значков, даже какие-то диски старые есть из 90-х. Не знаю, зачем они до сих пор это продают. Можно фотографию купить, где Диего с мамой и папой. Какие-то, естественно, фигурки, наклейки и прочее, прочее. И, смотрите, можно взять вот такую вот мемориальную доску, аналог ее и повесить где-то у себя, поставить где-то у себя дома. Также есть различные книги, посвященные Диего. Также, соответственно, стаканы, форма и вот такие вот, наверное, открытки это и журналы. Есть вот такие вот значки. Ну и дальше, если пройти, то наверху вот такой мурал. С другой стороны, вот здесь тоже один из муралов. Вот Парижа. Что такое Парижа? Если вы первый раз смотрите наш выпуск, то Парижа – это место, где жарят шашлыки. Обычно оно находится где-то на крыше домов. Здесь так принято в Аргентине. Где-то внизу, конечно, но часто на крышах. Вот. Тут они жарили осада, скорее всего. О, осада – это вот вид, так скажем, шашлыка в Аргентине. Готовится он из говядины. Лавочка. Я думаю, на этой лавочке сидел сам Диего, и мы тоже посидим. Классно. И вот такой вот вид открывался у него из, собственно, верхнего, с верхнего этажа, с Париши. Такой вид открывался. Диего катал на доске, смотрите. Марадонна. Автограф Диего. Класс. Тут вообще много всего, связанного с его личной жизнью, с его какими-то достижениями, с семьей. То есть, очень много фотографий с его семьей. Очень много фотографий с каких-то мальчей. Вот. Я всего этого, к сожалению, не знаю. А вот здесь, насколько я понимаю, ему оставляют какие-то пожелания. Вот кто-то из Мехико приезжал. Вот так вот. Сейчас жена придет, попрошу ее написать. Мы приближаемся к фан-зоне и уже все больше и больше уличных торговцев, которые предлагают купить флаг, либо вот такие вот краски. Красяс. Нашли девушку, которая предлагает услуги по тому, чтобы накрасить твое лицо. Я спросил, может ли она покрасить мне полностью лицо, как я делал в прошлый раз. Она сказала, что нет. У нее, видимо, мало краски, ну и нафиг ей так заморачиваться. В общем, она красит за 100 песо, сделает сейчас Насте флаг. Этот флаг высохнет. Та краска, которая продается в местных магазинах, она не высыхает. Так бы, конечно, и я тебе нарисовал даже ровнее, но ничего, она старается. Кланты квеста? Кланты квеста. Теперь мы нашли вот такую потрясающую женщину, и она будет рисовать флаг Саши. У нее тут целый арсенал. А, блестки. Муж, ты будешь блестеть. Целый арсенал вот тут у нее красок различных. Сума, здоровься. Вы понимали, как аргентинцы идут смотреть трансляцию футбола? Это вот так вот, когда они несут холодильник, стулья. Там сто пудов где-то еще в сумках какая-то еда, бутерброды, меланессы и так далее, так далее. Вот, то есть, как бы, они сидят, они кушают, они болеют, кричат. Так выглядит вход на мероприятие. Такая вот арка. А ребята стоят, проверяют у каждого, кто входит, сумки и то, что они заносят, чтобы, как бы, соблюдать безопасность мероприятия. Матч будет трудный, так как Голландия очень сильная сборная. Но мое сердце принадлежит Аргентине, и мы выиграем. Месси этого заслуживает. Я считаю, что Месси заслуживает выиграть этот чемпионат. Месси и все аргентинцы, но именно Месси, потому что он хороший человек, он пример и он великий в Аргентине. И давай, Аргентина. Со всей страстью желаю, чтобы мы выиграли. 2-0, 3-1. По любому счету, давай, Аргентина, давай побеждать. 2-0, 3-1, не importa, но выиграть. Мои ожидания от Аргентины достаточно высокие, так как Аргентина всегда была сильной со всем связанным с ФИФА. Я, как резидент этой страны, горжусь и благодарен этой земле и полностью поддерживаю Аргентину на этом мировом чемпионате. Привет, я Альва из Гватемалы. Я здесь со своей мамой и братом. Мы проделали этот путь в Аргентину, чтобы увидеть последние матчи чемпионата мира по футболу. И мы очень взволнованы этим событием. Мы большие фанаты сборной Аргентины по футболу. Вперед, Аргентина! Перерыв между таймами. Люди идут покушать еды, я не знаю, сменить локацию там и так далее. Мы тоже передвинули свой плед. В общем, народа очень много. Жарко прям, ну, очень-очень сильно. Сидим все потные. Наверное, и пахнем неприятно уже. Вот. Но это того стоит. Тот гол, который забила Аргентина, и те эмоции, которые мы испытали, когда это произошло, когда весь народ поднялся, начал хлопать, аплодировать, петь песни. Это просто дорогого стоит. Пойдемте посмотрим, как болеют аргентинцы. Смотрите, как они танцуют. Это же, ну, вот за этим мы сюда пришли. Тут ребята на барабанах играют, и вот мужичок, видели, как выдает? Вот так нужно болеть. Так нужно болеть за свою сборную, ребята. Вот так, вот так, ребята. И только так болеть за свою сборную. Это просто, это невероятно, ребята. Куда я попал? Это что да с чем-то. За ограждением располагаются те люди, которые хотят употреблять алкоголь, которые пьют пиво без проблем, которые... У которых есть доступ вот здесь вот к еде и так далее, и так далее. В общем, им удобнее вот здесь за ограждением болеть. Мы же выбрали сидеть на газоне. Вот, здесь очень много пьяных ребят, что не совсем приятно. Но нет каких-то прям буйных, которые бы затевали драки, либо еще что-то. О, сейчас, кстати, пройдем туда, где ребята танцуют и бьют барабаны. Здесь вот в такой арке стоит молодой человек, который машет флагом. Позже я познакомился с дочерью этого мужчины, которая рассказала мне о том, что ее отцу 70 лет, и он каждый матч посещает, и каждый матч вот так выражает свою поддержку сборной. Еще один гол, ребята. Все, все начинают плясать, танцевать, как вы видите. Ребята, эти ощущения никак не передать. Это что-то невероятное. Это просто супер. Да, девочки? Да. Зацените кадры с дрона, насколько много пришло болельщиков болеть за свою сборную, за сборную Аргентины. Напряженный момент, ребята. Ай-яй-яй, действительно, ай-яй-яй. Нет, 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 нет. Блядь. Сейчас будет серия пенальти. Посмотрите на эти расстроенные лица. Я ж тебе, блядь, сказал, да. 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 Вот это я понимаю. Вот это гол. Балко, блядь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А сейчас упростили название и стали его называть просто Монументаль Я полетал на дроне, вот вы видите кадры сверху Сейчас, правда, здесь проходит реставрация Совсем недавно, буквально две недели назад Здесь Coldplay, знаменитая группа, отыграла несколько концертов Серию концертов, всю неделю они шли Мы у себя дома, мы тоже живем в Нунис На балкон выходили и слушали их выступления Стадион Монументаль является домашней ареной футбольного клуба River Plate И с момента открытия является местом проведения домашних игр аргентинской сборной То есть, ну, это место прям культовое, наверное, для многих, кто болеет футболом Этот памятник посвящен аргентинскому нападающему Он занимал 26 место среди лучших футболистов 20 века в Южной Америке И занимал второе место по общему числу голов в аргентинском чемпионате за всю историю турнира Представляете, 293 гола он забил Я сейчас нахожусь в городке Росарио Я сюда приехал, чтобы снять сюжет про легендарного футболиста современности, про Месси Росарио очень красивый городок, расположенный на реке Парана В котором огромное количество муралов, посвященных Месси Так вот, я к одному из этих муралов поехал И совершенно случайно увидел вот это чудо Когда огромнейшую футболку, просто я не знаю каких размеров Поднимали на стрелах пожарных машин И при этом, при всем сопровождали потом сиренами пожарных Огромное количество народа собралось Все что-то скандировали, пели футбольные кричалки Играли в барабаны В общем, невероятное какое-то зрелище И плюс еще какой-то такой небольшой постамент Мы поставили с изображением тоже Месси Вот, собственно, любуйтесь Все это я для вас, правда, на телефон, но снял Потому что когда мы подъехали, это все внезапно началось И единственное, что мне оставалось, это достать телефон Позади меня находятся стены госпиталя, в котором родился сам Лионель Месси Здесь в 6 утра 24 июня 1987 года В итальянском госпитале Гарри Бальди, он тогда так назывался В палате номер 10 родился сам Лионель Месси Он был третьим сыном в семье Представляете? Вот на заборе герб этого госпиталя Этот госпиталь основали итальянские мигранты Я сейчас нахожусь возле школы, в которой учился Месси Да, представляете, я сюда доехал все-таки Напротив этой школы находится четырехэтажное здание Жилой дом, видимо, на котором расположен вот такой вот мурал Вот район, в котором находится та самая школа Вот вы видели, напротив был дом А это школа К сожалению, сегодня суббота И мы не смогли попасть сюда и пообщаться с кем-то из его учителей Возможно, может быть, директор что-нибудь школы бы сказал об этом У меня не было другого времени, чтобы поехать сюда Поэтому что имеем, то имеем Моя камера как раз во дворе школы, где учился Месси Где учился Лионель А вот здесь есть вот тоже такой мурал Двор совершенно обычный Кстати, похоже, больше даже не на школу, наверное, а на какой-то детский сад Потому что какие-то совершенно такие, знаете, горки есть для маленьких совершенно детей В общем, интересное место, жаль, что закрыто Улица, рядом с которой расположена школа То есть, скорее всего, вот по этой самой плитке ходил сам Месси Представляете, ребята? И тут я из России приехал и иду ровно по тому же место Ну, для меня это очень большая честь, конечно же Вот так выглядит район Здесь вот такой сквер, здесь он в Аргентине называется Пласа Здесь он, соответственно, проводил какое-то время Возможно, здесь когда-то играл в футбол, хотя его клуб находится не так далеко отсюда Вот та самая 66-я школа Теперь вы можете видеть это В русскоязычном интернете я не смог найти ничего подобного То есть, я искал, может быть, кто-то делал видео, но никто таких видео не делал Естественно, вся школа выкрашена в цвета аргентинского флага Как без этого? Абсолютно никак Так, у меня в моей телефонной книге теперь есть телефон учителя, который обучал Месси Вы представляете вообще, нет? Это невероятно И, возможно, если вы поставите к этому видео, оставите 3000 комментариев То я приеду сюда в Росарио и мы запишем несколько интервью Возьмем у директора, у учителя, еще у кого-то, у кого получится И сделаем какой-то отдельный выпуск касаемо Месси Вот так вот Смотрите, какие рисунки здесь аргентинских школьников, которые болеют за сборную Аргентины, соответственно И вот здесь второй А вот тут какая-то эмблема Мы приехали к дому Месси Здесь играет приятная испанская музыка Вот И все разукрашено буквально в цвета аргентинской сборной Очень-очень круто Сейчас мы посмотрим на все это чудо Здесь вот такой вот мяч нарисован Чуть ли не в 3D Вот там, видите, на крыше этого дома мурал с изображением Месси, естественно Гараж Гараж, все абсолютно, все абсолютно здесь разукрашено Вот в цвета, в какие-то сумасшедшие, в цвета аргентинской сборной Домики соседские Этот дом до сих пор принадлежит семье Месси И он является культурным наследием Аргентины Представляете? Вот так выглядит эта улочка Я не представляю, насколько круто жить здесь Его каким-то соседям, друзьям Это же невероятно, представляете? Быть соседом самого Лионеля Каждый забор здесь разрисован Какими-то рисунками очень классными Вот народа немногочислено То есть, ну, как-то Вот видите, кто-то ходит А до этого как бы вообще никого не было Здесь тоже такие муралы Очень красиво, очень круто Невероятно, конечно, для меня И я думаю, невероятно для вас Потому что никто такого контента еще не делал, ребята Вы обязаны просто поставить эти 3000 комментариев И не меньшее количество лайков И тогда я снова приеду сюда И запишу интервью с людьми Которые имеют какое-то отношение к самому Месси И мы расскажем какую-то историю Которую вы наверняка нигде не слышали И нигде не читали Потому что, что пишут в российской прессе Это все фигня Очень часто они все преувеличивают И говорят совершенно не те вещи Которые есть на самом деле Каждый достаточно опасный и бедный район Он всегда сопровождается каким-то вот таким вот местом Где находится Гаучито Хиль Это как Робин Гуд в Аргентине Он покровитель всех бедных и всех преступников Они ему прям поклоняются И вот здесь сделано такое место Можно видеть То есть свечки оставляют ему Поджигают как сигареты Какие-то приношения делают и так далее Я видел вот такие же места в Буэнос-Айресе Где кладут какие-то деньги ему Потом воду оставляют Какие-то напитки Еще что-то Также сигареты Вот так что И вот это место расположено просто рядом с улицей Где жил Леонель Месси То есть вот так вот Вот настолько это бедный район В общем вот здесь какой-то мурал Вся улица Смотрите тоже покрашена, разукрашена В цвета аргентинской сборной Плюс еще какие-то стрит-арт художества Вот здесь на проводах висят естественно стикеры Так их назовем в цвета аргентинского флага Вот тоже какой-то мурал И вот здесь некая калиточка Вот, которая ведет на вот такое поле Где тоже часть муралов посвящены Месси Хотя я думаю, наверное, они все-таки все посвящены Месси Это я просто не особо футбольный фанат, как я вам говорил Вот, но я им становлюсь и я хочу им быть И возможно с вашей помощью Если вы будете мне в комментах писать И рассказывать что-то, что знаете вы, чего не знал я Я буду вам только признателен И тем самым я буду становиться все более близким к тому Чтобы называть себя фанатом Как бы громко это, наверное, не звучало Очень классный мурал вот этот с его ботом Очень классно сделан, не знаю Какой-то пиздани, смотрите Ёлки-палки На русском, конечно, звучит очень интересно Пиздани Вот, нарисовал вот этот мурал Этот стрит-арт Здесь вот такой Лионель Маленький еще стоит Форма, соответственно, его кубок он держит И рядом футбольный мяч Через это поле, я думаю, Лионель ходил в школу Потому что вот так вот мы пролетаем это поле И дальше видим дома с правой стороны Этажные, да, которые я изначально показывал возле его школы И после будет его школа Поэтому ему вот так вот прям вот на перерез Вот так было выгодно пойти туда Я бы ходил в школу именно так Мы выходим Поедем искать бары Где будет свободное место Потому что вчера пытались забронировать При колете офигенский бар Над каждым местом висит по экрану Плюс большой экран висит Мы туда писали Мы туда звонили Что мы только не делали И писали на фейсбуке, и в ватсапе, и так далее, и так далее И, в общем, как бы ответ не пришел нигде Звоним, они сбрасывают Ну, в общем, ехать туда, черт знает куда И остаться без в итоге места Лучше поедем в Палермо Там очень много баров Буквально в пределах двух-трех квадро сосредоточено Поэтому покажем вам, как болеют вот в Палермо Мы добрались до Палермо Здесь, как я говорил, на одном пятачке расположено Огромное количество баров И различных заведений, где можно посмотреть футбол В общем, мы не стали искать сильно много ходить Бродить и выбирать себе Нашли одно Там висят, как бы, и проектор, и большие плазмы И что только нет В общем, смотреть удобно, комфортно Огромное количество мест уже зарезервировано Нас посадили на третий этаж Пока мы сидим на первом Но с 15 часов нас пересадят уже на третий этаж Это крыша В общем, трехэтажный бар Повезло нам очень Будем смотреть и болеть за сборную Аргентины Именно там Субтитры создавал DimaTorzok 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 После завершения матча прошло уже, наверное, минут 25-30 Народ до сих пор ликует Мы идем по Палермо На каждом каком-то углу собирается огромная толпа народа Как я сейчас вам покажу Здесь даже собак наряжают В символику сборной Аргентины Вы представляете? Ай, ты мой хороший Вот так Вот так можно болеть Вот так Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА